Ваше министерство контролирует процесс экспорта зерна. Кто этим занимается, как это все происходит, и насколько это выгодно бюджету, какова доля прибыли от этого все поступает непосредственному производителю, тому, кто в Сахиме. Контролировать экспорт зерна вряд ли контролирует министерство социального хозяйства, вряд ли может. В том ключе, как Вы хотите узнать, это больше будет делать, наверное, наука, оценки, экономисты и так далее, тому, сколько достается. Мы мониторируем, так скажем, ведем мониторинг того, что происходит на рынке, в данном случае экспорта зерновых культур, что экспортируем, сколько экспортируем, прогнозы даем, что достаточно, чего недостаточно, что опасно, какой объем экспорта. Мы докладываем об этом руководству страны. Это одно. Второе, Минсельхоз в нашем лице сегодня уже выступал неоднократно. Сторонний того, что можно даже корректировать государственную программу с тем, чтобы государственную поддержку давать не столько экспортерам зерна, как сельскохозяйственного сырья, а сколько больше тем, кто поддерживает не экспортеров всех постсырья, а экспортеров, даже не экспортеров, так скажем, перерабочиков всех постсырья. Поэтому мы подготовили законопроект об изменении закона о развитии сельского хозяйства с тем, чтобы туда вписать поддержку, господдержку и переработать их в постпродукции. Если это все будет сделано, надеюсь, что мы доведем этот законопроект до принятия, если не в конце этого года, внесения в Государственную Думу в начале следующего года. Мы сторонники того, чтобы экспортировала страна не пшеницу, ячмень, кукурузу, а продукцию переработки с добавленной стоимостью, сохраняя, создавая здесь рабочие места, выплачивая налоги. Это куда выгоднее, или даже доведя до того, чтобы лизин, аминокислоты, высокобелковые обогащенные корма давали хорошую продукцию, животноводство, молоко и продукцию уже мяса, продукты, молоко, продукты, чтобы мы экспортировали. Это более выгодная экономическая политика, понятно. Поэтому вмешиваться вот сейчас некорректно в распределение доли доходов или прибыли, то, сколько получают, и справедливо получают, и несправедливо, мы не намерены. Мы, несмотря на требования о введении эмбарго, по итогу прошлого года, не очень урожайного, так как это получили 70 миллионов тонн, мы не пошли на это, регулировали через товарные интервенции, и, в принципе, регулировали заметно, не влияли на снижение цен через это или недопущение роста цен. Мы будем действовать и вплить также через товарные интервенции, закупочные интервенции, и не хотим, и не будем. Я не вижу для себя возможностей, считаю, некорректным, для того, чтобы начинать вмешиваться в перераспределение прибыли. Мне пишут, да, что сколько, если цена высокая на зерновые, получают сверхдоходы, зернопроизводители, плюс еще с государственной поддержкой, а произведенные зерно, вместо того, чтобы поддержать животноводов, наши сразу гонят на экспорт. Несправедливо говорят, дайте нам, пусть они нам поставляют это зерно по заниженной цене, а остатки продают. Но это было у нас, по-моему, после революции 2017 года. По сути, так может быть, подходы чуть-чуть грубее было тогда. Мы не сторонники, и люди, с кем я общаюсь, и руководство страны, мы не сторонники таких административных подходов по перераспределению и распределению прибыли от выгодного года. Но когда вот об этом говорят, это очень большевистское, знаете, желание, вот увидели где-то там большую кошку, надо отнять и поделить. И никто из них не обращает внимания, как посадили, сделано производителей, но я резко сказал, но они очень недополучили сильно отведение импарта в 2010 году. Это же известно. И они только благодаря этому кто-то не урожаю там 12-го года, или там урожай 11-го года вышел и как-то связал, там, соединил, или, как говорят, в конце с концами свел. Поэтому будем действовать с учетом такого цивилизованного мирового рыночного опыта здесь.